Привет, друзья! Сегодня в рубрике Перфета Антон и мы продолжаем знакомство с европейской кухней. Сегодня мой друг попросил меня записать видеорецепт уникальной европейской, вернее итальянской закуски брускетто. Что такое брускетто? Наверняка кто-то был в Италии и видели, да, или им подавали в ресторане это блюдо, эту закуску. Она очень простая в исполнении, но потрясающе вкусная, потому что там просто невероятное буйство вкусов. Итак, посмотрим, что же нужно нам для того, чтобы приготовить эту уникальную закуску брускетто. Что нам нужно для того, чтобы приготовить брускетто? Это, конечно же, хлеб, на котором будет сама брускетта. Это, конечно же, помидоры, зелень, петрушка и базилик. Сыр. Можно использовать граном-падана. Можно, в принципе, использовать любой твердый сыр, но лучше всего, конечно же, подойдет пармезан. Оливковое масло. Крем-бальзамик. И у меня здесь еще есть уже нарезанные два кусочка чеснока. Чтобы приготовить брускетто, нам нужен наш хлеб. Я беру... Мне очень нравится хлеб зерновой, темный, который подходит очень для поджаривания в тостах. Итальянцы, на самом деле, очень любят белый хлеб. Ну, и для этого в России подойдет тот же обычный нарезной батон. Берем наш хлеб и отправляем его в тостер. У кого нет тостера, хлеб вполне можно будет поджарить в духовке. Это не критично. Хлеб не должен получиться очень сильно зажаренным. Хорошо просто подрумянинный с обоих боков. Итак, продолжаем готовить заготовки для брускетты. Что нам понадобится? Конечно же, помидоры. Помидоры вообще в Италии очень трепетно относятся к своим помидорам, потому что они являются одним из основателей вкуса в любом блюде. Конечно же, лучше взять какие-нибудь пахучие помидоры, которые будут хорошо пахнуть. В оригинальном рецепте, я скажу, нужно очистить, конечно, помидоры от пленочки, от кожуры. Но, в принципе, я честно скажу, это на вкусовые качества не влияет. Никаким образом просто получается, брускеты немножко, ну, сами помидоры, когда снимаешь с них корочка, они немножко помягче. Но на вкусовые качества, еще раз скажу, это не влияет. Режем помидоры на кубики. Также, расскажу, в оригинальном рецепте очень везде указано, что удалить семена из самого помидора. В принципе, еще раз повторюсь, что это не принципиально. Можно просто, когда положим это дело на хлеб, семена могут размягчить быстро хлеб, что не очень, конечно же, хорошо для брускеты. Также режем помидор на кубики. Так, продолжаем резать заготовку нашу и режем петрушку. Вообще, в Италии не знают других, ну, например, очень в России популярен укроп, в Италии вообще укроп не знают, что такое, и не используют его в критеринстве блюдах, они очень любят петрушку. Петрушка очень хорошо раскрывается в горячих блюдах и придает невероятный вкус для блюда. Порезали петрушку, отправляем это в нашу смесь к корзорам. Берем несколько листиков базилика. Тоже, также, мелко режем. И отправляем все в нашу смесь. В этот момент у нас уже готовы наши тосты. Берем наши тостики и намазываем их чесноком. То есть, половинки чесночка довольно хватит на много, большое количество приготовления. Брускет. Видите, хлеб сверху поджаренный, внутри мягкий. Это очень важно. Вот уже чувствуется, как на горячем тосте раскрывается запах чеснока. И так будет раскрываться каждый ингредиент нашего блюда. Все это дело перемешиваем. Что делаем дальше? Оливковое масло наливаем буквально чуть-чуть на тосты. Просто для того, чтобы придать вкусу брускетте. И оливковое масло также поможет раскрыться хорошо остальным ингредиентам нашего блюда. Выкладываем массу, нашу смесь на брускетту. Как видите, одному помидора хватает на две большие брускетты. Соответственно, считайте сами, если будете делать из батона нарезного, то одного помидора может хватить на четыре брускетты. Что вполне выгодно и экономично. Что же делаем дальше? Берем терочку, берем сыр. Еще раз говорю, что сыр нужно использовать твердый. Любой твердый сыр можно использовать. Хорошо подойдет грана-падана или пармезан. Потому что они имеют такие индивидуальные вкусы. Трем наш пармезан на брускетту. В принципе, сильно не надо тереть. Итальянцы очень любят подавать пармезан на брускеттах в виде ломтиков. Но, честно скажу, таким образом, вкус самого пармезана мало чувствуется на брускетте. И поэтому мне нравится именно тереть на брускетту сыр. И в завершении нашего блюда украшаем все это кремом-бальзамиком. Крем-бальзамик из Моден. Это потрясающе тоже с уникальным вкусом вещь, блюдо, которое придумали итальянцы. У меня классический крем-бальзамик. Я пробовал это блюдо с кремом-бальзамик со вкусом трюфеля. Это просто невероятный вкус. Но можно использовать также классический бальзамический крем. Вот наши брускетты готовы. Брускетта подойдет как закуска к любому блюду, так и как самостоятельное, очень вкусное блюдо, которым можно позавтракать вместе с чашечкой горячего кофе. Итак, сегодня мы научились готовить итальянскую закуску брускетта. Скажу одну ремарочку. Брускетту никогда не готовят заранее. Влага от продуктов может размягчить поджаренный хлеб, поэтому это не очень хорошо для этого блюда. Брускетту нужно подавать, готовить непосредственно перед подачей на стол или перед встречей любимого человека. Спасибо за внимание. С вами был Антон и рубрика Перфета. Учитесь вкусно жить. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok